привет моим подписчикам а также гостям моего канала сегодня готов невероятно воздушную выпечку со сгущенкой называется это пирог зебра за счет сгущенки получается в меру сладким и воздушным для начала приступаем к приготовлению белого теста для этого в теплое молоко добавляем сахар дрожжи и немного муки и убирая в теплое место на 5-10 минут в это время в другой миске смешиваю сахар яйца соль и сливочное масло и все это перемешаю венчиком до однородности теперь добавим нашу уже подошедшую опару посмотрите образовалась небольшая шапочка и все еще раз перемешаю венчиком вот такая вот однородная масса получается пока отставлю в сторону и приготовлю сразу опару для следующего шоколадного теста также в теплое молоко добавлю сахар дрожжи и немного муки и убираю в теплое место на 5-10 минут также как и в прошлый раз здесь смешиваю яйцо сливочное масло соль и сахар только добавлю еще какао и тоже перемешаю до однородной массы пока там подходит опара я замешиваю наше первое тесто то есть добавляю сюда муки и буду вымешивать сначала венчиком затем руками если нужно добавляем еще одну две столовые ложки муки и вымешиваем около пяти минут тесто еще будет немного липнуть к рукам так и должно быть форму смазываю подсолнечным маслом кладу туда наше тесто накроем его пищевой пленкой и уберем в теплое место на полтора часа не забываем на пленке сделать дырочки и так за это время подошла наша вторая опара и и добавляю наше шоколадное тесто перемешаю и добавим муку также замесим шоколадное тесто как и в прошлый раз началом завешиваем венчиком либо ложкой затем руками вот и шоколадное тесто у нас готово также форму нужно смазать подсолнечным маслом накрыть пищевой пленкой и сделать дырочки убираем в теплое место на полтора часа полтора часа прошло посмотрите тесто увеличилось в три раза оно воздушное просто идеальное теперь достаем наше тесто слегка припудриваем ее мукой и будем печь наше тесто я разделю на 6 частей каждую часть раскатываем либо в прямоугольник либо в круг делаем надрез до середины с одной стороны и размазываем сгущенку теперь начиная с одного края сворачиваем края не забываем залепливать так как сгущенка при нагревании может вытекать проделываем то же самое со всеми нашими кусочками теста и так теперь подошло в во время шоколадного теста его нужно раскатать и будем делить его на небольшие полосочки этот пирог я просто обожаю готовится он поистине очень просто получается безумно таким вот воздушным легким чаепитие с ним одно удовольствие получиться это тесто абсолютно у любого так как оно совершенно не сложное и испорчить его просто практически невозможно теперь по кругу украшаем наше тесто шоколадными полосочками получается вот такая зебра и проделываем то же самое с каждым кусочком вот такой пирог у нас получается в серединку я тоже сделала кругляшок с вареной сгущенкой оставшее тесто я делю на 6 частей каждую из этих частей раскатаю и сделаю такие же по форме с вареной сгущенкой и буду их класть между большими кусочками вот так выглядит готовый наш пирог теперь его нужно смазать желтком либо яйцом я использую целое яйцо хорошо его перемешиваю и каждый кусочек хорошо смазываем теперь шоколадные кусочки мы посыпаем так обильно кокосовой стружкой посередине также посыпаем получается посмотрите какой яркий красивый пирог сразу бросается в глаза и появляется аппетит выпекаем его при 180-170 градусов до готовности теперь посмотрите какой он красивый аромат стоит на весь дом уже закипает чайник пора пить чай посмотрите тесто воздушное сейчас также покажу какое оно у нас внутри тесто идеально пропеклось сгущенка посмотрите аккуратно лежит по кругу очень вкусно желаю вам приятного аппетита подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новое видео с вами была Лена пока 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 пока